Эйфорики нигде не писали о пятой части, но пятую часть вы прямо сейчас можете найти в стиме, и выглядит она очень жутко. Да, особенно вот эта рожа, да. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и что тут у нас происходит? Мы находимся на канале Эйфорик Броттерс, это официальные разработчики Гартенов Банбана. И что мы видим? Кенгурятину вот эту, которая прилегла поспать, а у неё там в желудке, значит, копошатся, наверное, детышки. Детышки её копошатся. Всё это, только что на ваших глазах был трейлер Гартенов Банбан 6. А что удивительно, здесь написано как бы 5, но как бы это 6. А где же, собственно, 5? Мы же недавно играли в Гартенов Банбан 4. И вот сейчас, ребята, ответ на эту тайну мы узнаем. В общем, мы с вами находимся на канале Бамбактус Плей, и сейчас мы узнаем, почему от нас скрывают Гартенов Банбан 5. Почему, братья, скрывают пятую главу Гартенов Банбан? Чему? Я получила ключ на... Гартенов Банбан 4 выходит в эту пятницу, 11 августа, в 10 утра, по восточному времени, где вы найдёте ссылку на Банбан 6, который будет в цене до выходной игры. Вот ключ от А4. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать сразу. У меня вопрос, где Гартенов Банбан 5? Я бы сразу такой вопрос задал, наверное, да? Братья в эйфории. Это точно. Они в такой эйфории, что они одну цифру пропустили. Гоп-4, и разработчики попросили ни при каких обстоятельствах никому показывать ссылку на Гартенов Банбан 6. Что? 6? Может, это опечатка? Выходит, Гоп-4 тут уже в недоумении всех. Да, вот это я в конце ещё обратил внимание, что чё-то цифры как-то немножко не совпадают. Я подумал, может, они ошиблись, а они, походу, не ошиблись. Они, походу, это всё было спланировано. Это был план, которого они придерживались, да? Ну, или посмотрел прохождение на Ютубе. Что? Почему ссылка на шестую часть? Естественно, никто ещё тогда не знал, что пятую часть, братья эйфорики, просто скрывают. Да, и это чисто лицо фаната Гартенов Банбанка. Как? Скрывают? Как? Неужели бы... И моё чисто лицо, когда я обнаружил, что, оказывается, за четвёркой сразу идёт шестёрки, да? В общем, поехали. Ну, почему? Что ж они скрывают? Самые упорные начали выдвигать теории по поводу такого перескока с четвёртой на шестую главу. И кто-то решит... Для тех, кто не понимает, почему они пропускают мою теорию, значит, что мы собирались перейти от сада запрета, запрета 6, а затем вернуться к 5. Один лишний этаж, так как лифт, на котором мы уехали, был слегка поломанный. Ну, кстати, да, это вполне, между прочим, адекватная теория, потому что мы же там не передали детальку шерифу Тодсеру, он не сделал там лифт нормально. Последнюю деталь мы даже не установили, так как надо было ввалить от жестера. Точно. Ну и плюс ко всему, луч смерти порывался наружу, живота королева. Чего боялся весь четвертый этаж? Да, такого не ожидал никто. Этого боялся весь четвертый этаж? И весь четвертый класс? Этого боялся все четвертые классы по всей стране? И я этого тоже боялся, на самом деле. Ну, было практически очевидно, что это произойдет, потому что, знаете, такое ружье просто висеть не оставят, оно обязательно выстрелит. Все гораздо сложнее, и форки нигде не писали о пятой части. Но пятую часть вы прямо сейчас можете найти в Стиме, и выглядит она очень жутко. Да, особенно вот эта рожа, да, я согласен. А смотрите, все какое красное вокруг. Вот красное, это точно, это мы все обделаемся там в этой пятой части. Реально, нам намекают на то, что она будет страшнее предыдущих, да? Она выглядит как жуткая первая часть. Что это? Почему как первая? Ребенка. Если скрин точь в точь из первой части. Смотрите, а скрины-то все из первой части. Да блин, очень похоже на скрины из первой главы. Я сравнила скриншоты. Ну как бы да, это все локации первой главы, абсолютно. Я чувствую, пятая глава будет шикарной. Я понимаю, почему они ее пропустили, наверное, да. Они, наверное, решили, что у нас что-то в пятой главе по плану первая, да? Наверное, это плохо, да? Давай сразу шестую. Нет, чтоб пятую переделать, да? Так то, что скриншоты из пятой главы тупо скриншоты из первой. Да, есть такое. Все тот же пульт от дрона, те же места и просто наложенный эффект шума. Братья не парились и навалили старых скриншотов. И навалили коринжа, да? Так, сейчас я думал, будет фраза. Навалили старых скриншотов просто так. Что-то там, да? Схавают какие-то. Пятая, не пятая, кажется. И пятую главу скрыли не просто так. Мы что, на уроке математики, что ли? Будет шестая, все, нормально. Один скриншот все-таки отличается. Да, отличается. Вон, мы там видим этого инопланетянина перекачанного, да? Бодибилдера Николая Валуева. Посмотри на него. Вот это рожа. В первых, отсутствует пульт. Во-вторых, из кровки выглядывает новое незнакомое ранее лицо. Отсутствует пульт. Это не просто так, наверное. Лицо это... А прикиньте, это ребенок, за которым мы охотимся. Там все, игру ищем его. Он у нас такой немножко специфический, да? Он у нас странными чертами. У него есть тело. Видно, что голова намного превышает размеры рук и ног. И, кажется, отсутствуют пальцы. Возможно. Там сложно сказать, что там отсутствует, что присутствует. Нифига не видно. Кассету в первой главе. С уже записанным на ней падением аттракциона с детьми. Если да. Я вот это вообще не помню. Это с твоей игры начинается, да? Мы проходим главу. Не за ребенка, а за второго родителя. И его может наконец-то кто-то обратился в полицию. А, да ну нафиг. Так не бывает. Да какая полиция в этих хоррорах? Вы что, смеетесь? Она не существует просто. Она вообще не бывает. Действительно. Она вся уволилась. О, в скриншоте с монстром. Вся полиция в садике Бан-Бана работает. Шериф Тоддстер там заведует. Все на него шестерят. Может означать, что мы ребенок все-таки. И тогда нам придется пережить все его ужасы и познакомиться с монстрами с другого ракурса. Да, то есть чисто та же самая глава, те же локации только за другого перса. Это будет не очень хорошо. Мягко так выражусь. Ведь у некоторых монстров к детям совсем не такое отношение, как к взрослым. Но, к сожалению, такого может и не выйти. Ведь все опровергает банально высоту. Я правда не знаю, какое отношение к монстрам взрослых. Я давно со взрослыми о монстрах не разговаривал. Но, наверное, да. Наверное, бы различалось. Снимка. Согласитесь, все-таки очень высоко для ребенка, посещающего детский садик. Да, не, но это не он, наверное, это не он. Я-то пошутил, как бы. Я думаю, что это вряд ли ребенок. Скриншоты первой и пятой главы. Я все-таки считаю, что действия пятой главы происходят все-таки после падения аттракциона Болт Пит. Но вот незадача. Зачем эйфорики взяли старые снимки? Один скриншот. Вот. Он взят из первой главы. Как бы снимок этой комнаты до плохих событий садика. Ну да, да. В первой главе в самой игре... Интригует что-то, интригует, планирует. Но я реально, вот, серьезно, если действительно выйдет вот со старыми локациями, это уж прикиньте, как это скучно будет. Повторно одно и то же, только, ну, может, под другим углом. Но это под каким углом? Угол должен быть 180 градусов вообще. И тогда лучше в другом месте, я считаю, нет? Уже депрессивные надписи появились после трагического инцидента. Почему этот снимок? Это просто тупо непродуманно скопированный по ошибке снимок с таким же наложенным сверху эффектом шума. Вполне возможно, кстати. Или все-таки события в этой главе будут происходить до или во время инцидента. Ну, теперь, наверное, придется все переделывать так, чтобы до или во время. Потому что снимок уже, снимок уже плохо скопирован. Поэтому, блин, ребятки, ну давайте что-то, что-то менять. Сейчас все уже найдут несоответствие со снимком, да. Я думаю, это могла быть ошибка. Ведь скопировали не только его. Кстати, это и Маркос та причина, и почему главу прячут и не ссылаются на нее напрямую из четвертой. Это какая-то параллельная история, происходящая в той же вселенной. Но при этом содержащая более жуткие подробности. Монстр отдаленно напоминает Зоуфиуса. Может, это какой-то его отспорс? Кроссавчик просто. Это его этот неудачник-брат, которого всегда стеснялись в семье, наверное. Потому что он недостаточно большой, у него глаза недостаточно расфигаченные, да. Поэтому он прячется позорно в пятой главе. Прячется в том, что и так прячут, да. Замечательная просто судьба. Отверженный всеми, хуже на Бнаба, понимаешь? Чем питается он? Ну, у нас еще есть описание игроков. Нами, игроками он питается, скорее всего. Их разница только в том, что описание пятой главы, длиннее описание от первой на один абзац. Этот самый абзац в пятой главе гласит, что мы будем исследовать объект вместе с нашим летающим компаньоном. Это хорошо, когда у нас есть друг, с которым можно поделиться. Поделиться этим ужасом, говном этими всем монстрами, да, смертельной опасностью. Прекрасно, я согласен полностью, прекрасно. Ставит нам компанию, когда мы будем чувствовать себя одиноким и напуганным. И это мы будем чувствовать очень часто. Как-то вам не кажется, что этот абзац немного уточняющий и разделяет наши роли. Такой подход называть игрушку дрона компаньоном пятой главы все-таки намекает на ребенка. Ну да, типа, что только ребенок сможет... Ой, это дрон, это же мой друг, да? Честно, я не очень хочу по тем же локациям бегать этим ребенком. Мне реально что-то это как-то... Тоскливо от этой мысли, на самом деле. Оригинальная надпись Бан-Бана, по идее, и должна остаться. И рисунок... Что твое маски тоже. Тогда дела обстоят. Так, мы ребенок и пришли на день при виде друга. Сегодня тот самый день, когда администрация садика покажет детям свой готовый кейс. Покажет детям, она много чего детям покажет. Это администрация, да? По одним сведениям, это бумаги и видео. Отчет об обновлении чего? Видео с кассеты. Этот кейс, капитан Фидалс. А по первой голове мы находили только следы присутствия опилы на дне при виде друга. До инцидента, во время и после. Она так и осталась... Только как она через доски прошла. От него бегали. Да тут пролезть можно, в принципе. Я так-то думаю. Нас и главный герой, в принципе, мог пролезть. Чем бегать за этим молотком? Или что там? Зубилом, я не помню. Я бы пролез вообще в любое из этих отверстий. Фидалс улетел в яму вместе с детьми. И тогда понятно, почему он нам так и не попался. В общем, так это или нет, не эта причина немного припрятать игру. Пятая глава определенно является необычной. И такими странными снимками и отсутствием анонса пятой главы. Братья хотели подчеркнуть ее загадочкой. Я думаю, что им нужно будет ввести сюда Балди из Балди из Бэйсикс. Знаете почему? Потому что чуть-чуть Чарльз уже в игре был. Надо еще для Балди сделать небольшое камео, который придет и спросит. А как насчет цифры пять? Знаете, типа, вы не знаете математику и будет за нами в игре. Забавно было бы, да? Пятая глава определенно внесет детали в сюжет. И, возможно, жути. С последними главами Садик становился не слишком страшным. В принципе, возможно, рожу-то увидели вот эту, вот этой пятой главы. Но я считаю, что жути уже нагнали. Вот, вот, смотрите. Вот уже жуть просто от одной этой морды. С последними главами. Это реально, вот после Золфиуса на втором месте, я бы сказал, пожути. Становился не слишком страшным. Монстры все чаще контактировали с нами и шли навстречу. Ну, в целом, да. Вот последний Гартенов Бан-Бан, он вообще как комедия, блин, такая. Типа, просто пришел со всеми вась-вась, поручкался, пообщался, подружился, просто все веселые. Но мне это понравилось, на самом деле. Потому что страшный эта игра, она прям такой, чтобы страшный, все равно никогда не была. И не будет. Это невозможно. По особой выпуск должен немного поставить на место восприятие игры в целом. Откатить примерно туда, когда мы впервые посетили Садик после инцидента. Рассеянность на один. И хоть главу и скрывали, мы ее нашли и уже не так негативно относимся к повторяющимся скриншотам. Как если бы... Ну, ну как сказать. Хе-хе, я отношусь с опасением, скажем так. С опасением отношусь. Перешли на нее через четвертую главу, согласитесь. Ну, если сравнивать, то возможно. Но в целом, что-то мне совсем, повторюсь, не улыбается по одним и тем же локациям бегать. Особенно первая глава. Она тут вообще как бы, ну, вы же помните, первая глава. И по плане локации она самая никакая. То есть, несколько комнат, да и все. Поэтому-то ее и скрывали. Вот, смотрите, все, птичка уже оставила свои наскальные следы. Если тебе понравилась моя версия, папа. Да, птичка, мы тебя не забудем. Ну что, ребят, вот такие вот тайные секреты пятого Гартнув Бан-Бан. Кликайте теперь сюда, здесь вас будет ждать полное прохождение четвертого. Гартнув Бан-Бан от меня оставлю ссылку, кто еще, может быть, не видел. В общем, на этом завершаем. Всем счастливого удачи, пока, увидимся вот тут.